здравствуйте дорогие друзья с вами интернет канал максимадзе и это reddit redemption 2 начинаем 4 артур кто-то разбил ящик какой ящик ящик копилку который у нас был столько лет зачем же они его разбили не знаю только погляди на это место все разделились будто бешеные не желают цепиться друг другу в город моё сердце разбито да мое тоже мы это же заключить и мы будем проходить шестую и последнюю главу в игре после нее будет эпилог который будет уже в пятом сезоне сегодня мы будем начинать четвертую это 4 сезона и шестую главу ну и так как это новый сезон новый лагерь давайте по изменим прикид во-первых надо побриться борода здоровая стала уже с и борода а сойдет вот так ну и поменять одежду выбрать другую одежду оденем погодите верхней одежды давайте оденем ту которая у нас была у дэда повседневная рубашка давайте синий как в этом в первом сезоне только что только немного другие штаны и так далее короче говоря немножко предыстории что было в конце третьего сезона мы там путешествовали по острову гуарма мы вернулись наша банда скрывал оставшаяся часть банды которая не попала на остров вскрывалась в волоке в одному деревянном домике мы их там нашли обрадовались там все такое что воссоединились но радость от воссоединения правда продлилась недолго почти сразу же на лагерь на напал агент милта сценой армии агентов пинкертона мы отразили нападение но нам пришлось вновь покидать лагерь и мы и мы здесь биберхол сейчас мы будем делать следующее рядом с нами находится небольшой городок под названием а анесбург в конце прошлой серии называл асенбург опыт нам может прочитал неправильно садди садди адлер значила нам встречу в сын дани чтобы обсудить план спасения джона марса собственно давайте отправимся туда еще я магазине оружие побывал такой пистолетик купил еще я купил там помню вот такую пушку я купил еще купил не помню что еще купил этот пистолетик он у меня уже был он у меня был еще где его на острове гуарма еще добыл вот этот который пистолет в локатнике его ногу армия нашел где-то после места где можно было переночевать и вот тот оттуда гни и вот он у меня остался до сих пор пистолет этот так вот здесь надо поосторожнее на самом-то деле гулять потому что кто там страдает помогите мне нужно лекарства вот держи что у тебя там не так чё спасибо я уж думал не конец а почему у меня честь такая маленькая а я вспомнил я же перед этим мы я же свободное время ходила убивал угорал тут сидел ладно потом через сохранение запущу честь повыше назад вот сэнди не где-то здесь здесь дачка небольшая есть поселок деревня так сказать прикольно очень выглядит кстати мне нравится я тут наверно пожил бы даже так наконец-то мы в городе я уже заколебался сюда ехать ой 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 осторожно ты чё блин чё это с тобой господи эх Ёперный театр, бля. Мистер, у вас все в порядке? Мистер, все у вас в порядке? Вы в порядке, мистер? Мистер, вы нехорошо выглядите. Давайте-ка доставим вас к доктору. Ну уже, тут недалеко. Здесь прям. Дайте-ка минутку, сейчас. Все хорошо, сейчас, подождите минутку. О, сейчас. Почти пришли, тут за углом. Давайте, друг, заходите. Могу чем-то помочь? А, врать, мне нужен доктор. Одну секунду, сын. Заходите, дружище, заходите. Мне нужна помощь, мистер. Да, похоже на то, что я вам не мистер, а доктор. Мистер. Извиняюсь. Да ладно, шучу. Послушайте, дружище, я не хочу вас обижать, но у вас деньги-то есть? Неплохо бы знать, прежде чем я вас начну лечить. У меня есть семья. Да, да, все, понимаю. Вот это выхвая. Конечно, спасибо. Так что же случилось-то? Какие симптомы, точнее, у вас там? Ну, вы, кажется, все слышали. Я кашлю и в глазах. Кровь есть? Немного. Так, дышите. Еще. Через одежду прям, что ли? Покажите-ка язык. Скажите «А». Ну что? Эх, плохо дело. Да понял я уже, что плохо. У вас туберкулез. Мне очень жаль, это страшная штука. Не очень тяпень. Вы серьезно больны? Ваша болезнь прогрессирует. Вы... В общем, вам лучше всего сейчас отдыхать. Перебраться туда, где тепло и сухо. Это возможно? Конечно, я же могу просто уехать в зиму на мой полиционат в Калифорнии. Да не, не могу. Это невозможно. Ну что ж. Как я и сказал, мне очень ж... Да, да, да. Постойте, подождите. Это придаст вам немножко энергии на сегодня. Спасибо. Приятно. Спасибо. 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 Артур, не заставляй меня умолять тебя. Кто это вас назначил Месси, а? Этих заблудших душ, которые вы убили далеко от правильного пути. А вы все равно... Это все равно, что вы убили его своими руками. Такие, как вы, приносят жестокость. И вас ждет жестокая смерть всех вас. Вы больны. Пока вы больны, лишь небольшое количество пищи и напитков будет давать полезный эффект. Знаете-ка, что, ребята? Темные. Темные вот это все-таки воспоминания Артура сейчас были. Давайте-ка, знаете что? Я сейчас прям перезапущу сохранение. И честь нормальную себе сделаю. Чик-чик. Так, в общем, сохранение я перезагрузил. Теперь экран... Теперь экран золотистым подсвечивается. Это значит, что у нас часть хорошая. Когда плохая, у нас серым светился, как вы помните. Прошлое не изменилось. Может только двигаться дальше. Доброта у вас спрятанная. Я в этом уверен. Не было у него выбора. Да он был хорошим человеком и жил честно. Я пойму, если ты откажешь мне в помощи. Но я часто о тебе думаю. Но я думаю о тебе очень. Такие вот, короче, дела. Извиняюсь, что начал с низкой чести. Я реально сохранение забыл включить. Я решил сейчас прям запустить сохранение. Вот это вот, которое осталось с нормальной честью. Оружие у нас сохранилось. Сохранилось только пушки вот эти вот не сохранились, которые я купил. Жалко, жалко, жалко. Ну ладно, хрен с ними. На лошади есть еще пушки. В общем-то говоря, я решил прямо сейчас сохранение перезапустить. Потому что потом я же сейчас еще парочку миссий пройду. Там все такое. Не хочу потом тратить время перепроходить их снова. Лучше сейчас пройти. Сразу. Ладно, кстати, Адлер здесь где-то. Проблемы? Да не. Похоже, они знают, что в городе нас нет. Кто? Друзья мистера Милтон? Да, они тут патрулируют с тех пор, как вы исчезли. Ну, по крайней мере, ты жив. Пока что да. Что произошло в Гуарме? Да. Да ничего хорошего. А что с дачем случилось? Он как-то... Не знаю. Кажется, он... То, что когда мы увидели Блэк Утре, на самом деле, длится уже не первый год. Наверное, понемногу едет крышу. Что ты имеешь в виду? Да я сам толком не знаю. Что тут произошло, да? После того, как вы ушли, я стал, по крайней мере, собирать ребят. И Джон. Ты знаешь, что с ним? Да. А что с Хозей? И про него. Мы еще и тело олени забрали. Ограбили морг, похоронили их вместе. Давай за мной. Ну и какой у тебя план? Ну, прежде чем мы либо делать, надо убедиться, что Джон еще там. И как же мы это сделаем? Надо подняться повыше, чтобы как следует рассмотреть это место. А что? Тюрьма ведь на острове. Если ты только не собираешься научиться летать. Именно это мы и сделаем. Я раздобыл для нас воздушный шар. Ты это не всерьез? Пилот или как там это называется? Он думает, что это будет просто урок, небольшая экскурсия. Очень интересный дип, думаю, тебе он понравится. Ты знаешь, я впечатляю. Тебе кажется, все по плечу. Слушай, мы ведь не знали, вернетесь ли вы вообще или нет. Это все здорово ударило по ребятам. Трудно не заметить. Карен теперь из бутылки не вылезает. А Штраус весь на нервах. Суансен. Ну, а вот Суансен как раз взялся за ул. Так что совсем не так уж и плохо все. Я просто рада, что вы нас нашли. А Вер сказал, что получил письмо. Да, это хорошая была идея. Пока не нагрянули пинкертоны. Между прочим, я тут устроил охоту на парней Андрейского. На той неделе приебило двух гадов в лагере. Они, судя по всему, решили податься на юг. Ты ведь не сидишь без дела, да, Сэдди Адлер? Красотища, не так ли? Если из земли смотреть туда. Мистер Буллард? Мистер Буллард? Мистер Буллард. А, миссис Адлер, очень рад вас видеть. Рад вас видеть. Это мой друг, которому я вам рассказывал. Мистер Морбин. А, Артур Буллард, к вашим услугам. Артур Морбин. Неплохой денек для полетов, сэр. Пожалуй, в такой день Искар мог бы перелететь через море. Сэр, а вы когда-нибудь летали? Нет. Ну, тогда это будет что-то особенное. Так. Наденьте вот это и залезайте. А, она не полетит? А, сэр, женщины не могут летать. Вы в своем уме? Не могут? А, нет, сэр. Полет очень вреден для них. Люди. Я думал, что Артур все знают. Ну, такой нежный цветок, как миссис Адлер. Клянусь, небом. И приспой. Ты где нашла его? Я же говорил, что вы с ним подружитесь. Вы уверены? Уверен, сэр. Вполне уверен. Миссис, позвольте нам отправиться. Пожелайте нам удачи. Ну, тяните за веревку и упавайте на лучшее. Вот это вот миссия одна из моих самых нелюбимых, на самом деле. Управлять шаром неудобно. Ладно, пора ловить ветер. Сейчас немного облачно, но думаю, мы поймаем ветер потом. Нам должен открыться хороший вид. Я хотелось бы оказаться невежливым, но насчет справления нужды. Жидкое забор твердое. Потерпите до момента приземления. Ладно, мистер Буллард. У меня был один клиент, который съел несвежую устрицу и во время подъема блеванул. Это стало поистину тяжелым переживанием. Можно выше, сэр? Нам надо подняться выше облаков. Будет просто изумительно, вы еще такого не видели. Хорошо, давайте прорвемся через облака. Как это верно. Вид божественный тут, не так ли? Кажется, приятный ветерок западный дует. Это сверховременный аппарат, импортный из Европы. По ту сторону Атлантики таких раз-два будут. Главное, чтобы работал. Вы точно сами не хотите управлять? Не, нисколько. Тут даже ребенок справится. Ну, под присмотром, естественно. Ну, и кроме того, миссис Адлер сказала, что вы говорите желанием освоить технику. Вот оно что. О, думаю, выше уже не надо. Артур и Артуро, ненарочно не придумаешь. Моя мать глубоко интересовалась Италией. Моего брата зовут Бальдеслиаро. Что-то в этом роде. Послушайте, я тут сосредоточиться, пытаюсь немного. Какие-то темные облака. Дождь не поет сейчас. Мистер Морган, вы утром завтракали? Если честно, нет. У меня в кармане лежит яйцо всмятку. Могу вас угостить? Нет, спасибо, я не голодный. Я вспомнил наш разговор про... ...справление нужды. Ну, если что, дайте знать. Ну, это уже высоковато. Могу ли я узнать, как... ...как именно вы воздухоплаванием заинтересовались? А я и не интересовался. Миссис Адлер решила сделать мне сюрприз. Ну да, очень добрая женщина. И характер у нее сильный. Это так и есть. Лично я предпочитаю, когда дома более женственной одежде выглядят. Как говорится, разнообразие придаст жизни опыт. Вы знали ли, что авторы этих строк посадили в психиатрическую больницу? Да не, не знал. Мистер Буллард. Может, убавите немножко огонь? Видите то здание на острове? Это печально знаменитая исправительная колония Шишка? Да. Нам лучше не приближаться к ней, сэр. Извините, но мне надо взглянуть на нее поближе. Что? Зачем? Мистер Морган, не надо. Это в высшей степени неразумно. Вы же хотите, чтобы клиент был доволен? Послушайте, это не смешно. Что вы делаете-то? Нас же заметят охранники. Успокойтесь, если будем лететь высоко, не заменят. Тут мой друг... Друг? Бедолага, вечно оказывается не в том месте, не в то время. Мне сказали, что он теперь вкалывает на каторге. О, господи. О, господи. Ветер. Это крайне необычно. Успокойтесь, мистер Буллард, и принимайте управление. Держитесь подальше отсюда. Постараюсь с такой лошадкой не так-то просто совладать. Так, это не Джон. На этом поле его точно нет. Поверить не могу, чем мы занимаемся. Это не он? Да, похож. Это он. Да, это он. Точно. О, господи. Что вы делаете? Они же стреляют по нам. Да, вижу. Боже мой. Ветер крепче. Надо держаться на этой высоте. Ветер дует на северо-запад. Как-то в этом направлении. О, господи, я дрожу как осиновый лист. Всё, можете успокоиться, мистер Буллард, вставайте. О, господи, сердце так и колудится. Должен сказать, о спецфильке этого рейса мне не информировали. Но это уже кончилось. О, а вот и Аннезберг. Точно? Боже, это... Это же миссис Адлер. Где? Там за кем-то гонится. Да. Давайте-ка спустимся к ней. Сэр, вы ожидаете неприятностей? Думаю, да. Мне это начинать не нравится. Ой, Сэдди, я здесь. Чёрт, это Адрискулы. Исис Адлер, придётся кучу всего объяснить. Глаз разряженный, блин. С чём она думала? Только Адрискулов нам сейчас не хватало. Отсюда не так-то просто попадать в них, честно, я вам хочу сказать. Отлично, покажите им, мистер Морген. Ты езжай, я сейчас разберусь с ними. Ох, это не просто вообще. О, господи. Похоже, яичница превратилась, и это взят. Скорее бы... Закончилось бы, это взят. Скорее бы рассказать об этом кому-то там. Кого-то. Я не помню, кому он там сказал. Боже, покажите. Сэдди. Хватайся за верёвку, давай. Осторожно, впереди мост. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй, поднимайся скорее. Сейчас я спущусь, я и на другой стороне подберу. Давай-давай, держись, Артур, держи. Давай. Тащи наверх. И убираемся отсюда. Давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай. Иди сюда, давай. Мне кажется, мы сейчас разобьёмся. У тебя дурная привычка озвучивать очевидные вещи. Держись крепче. Шею не свернул? Да не, всё нормально. Кажется. О, чёрт побери. Вон они, на той стороне. Решили погнаться за нами. Найди угрыди. Придётся ещё пострелять. А главы на один день их в покое оставили. Просто убивая их. Глаз. У меня ничего нету для того, чтобы восстановить глаз. Я помню, в сумку заглядывал. Перед тем, как... Когда сохранение перезапускал. Стоп, сзади кто-то идёт. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Что-то не очень-то получается попадать в них нормально. заряжайся блин и и и и и и Субтитры делал DimaTorzok 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 DimaTorzok Я слышал это Сначала бурбон Субтитры делал DimaTorzok 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 Ну вот он сказал своё слово Нам пора Но никаких «но» Всё пойдёт быстрее и проще Если нас будет только двое К тому же жённы за тебя Переживать не придётся Всё просто Ну Я не из тех Кто любит поревать Но Я вам очень благодарен Да, мы знаем Мы вернём его тебе Спасибо Спасибо вам обоим Да, её брать На такое дело нельзя Она не стрелок И вообще Не боец никакой чтобы отправляться не это дело она погибнет там лучше мы с одним двоём справимся так надо найти место поближе с хорошим обзором значит надо только охранников перебить и посадить джона на лодку и уплыть вроде все просто до который раз уже марста на так давай поближе все порядки да подойдем к той вышке там охранник сверху беру его на себя топор возьми хорошо готов к скидка с откидным затвором опять искать джона держит джон может где-то там кажется я вижу его до передом баром справа от нас группа людей да вижу двух охранник давай убей их и пойдем вытаскивать марсона ну окей прям бошку выстрелить бак с погоди это по моему не джон пойдем посмотрим ладно пойдем кажется один из охранников еще шевелится кто-то бежит сюда а нет это узники я думал я уж думал то законники бегут давай артур не останавливаемся ну и где он ты его видишь нет ты мистер вы знаете джона марсона но он не он не работает сегодня бросайте оружие дамочкой нет ты бросай оружие сейчас же давай где джон марстон сегодня не его смена что ж мы сейчас ходим за ним все вместе тернешься за башку я тебе идет разнесу щас да ну уж нет так только попробуй стрельнуть я ему башку снесу ты почему бы те не извиниться передам из за то что я сказал извинись давай простите мэм да ничего страшного ну и куда мы идем ну видимо к входу и кто же соправляет этим славным заведением джеймсон 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 есть мистер джеймсон хэстон джеймсон и дагон хороший человек то время от времени бывает весьма требователен я с нетерпением жду с ним встречи они не дадут вам этого сделать это уж от тебя зависит приятель ну и ты у коллег тут на хорошем щиту я бы так не сказал ну вот сейчас узнаем давай прям к воротам будем надеяться что там хоть кому то не наплевать на него посмотрим ну так и придется пробиваться с боем все равно уберите оружие не надо так спокойно дружище делай как я говорю бросайте оружие немедленно те кто там наверху джеймсон джеймсон здесь он сэн-дэни они схватили милькера схватили и собираемся убить его да если вы не приведете сюда джона марстона прямо сейчас у вас одна минута на все при все начинаю считать раз два три эй миликин так даст посчитаешь за меня мне договариваться надо да да конечно начинай сразу да очень смешно одиннадцать уже одиннадцать двенадцать тринадцать давай быстрее ну уже быстрее давайте а то я сейчас ему мозги выше будут бедолаги из-за чего из-за ерунды эмиликин давай считай дальше тебя вообще не слышу верните сюда это ублюдка вы засранцы давайте же не надо только плакать дружище я не хочу умирать джон так давайте без фокусов иначе миликин перестанет плакать раз и навсегда ладно сегодня тебе повезло бежим что бы лучше выбрать да шуруп ооооо риама здесь Еще враги Давненько не виделись, Джон, да? Что же вы там так долго, а? А, объясню потом Так, тяжело читать субтитры и убивать их одновременно Еще идут Смотрите, что я сделаю Артур, уходить нужно Они идут из амбара Да, они с легкостью убить могут меня сейчас А, блин Ну все, они меня убили И оружие перезаряжается очень долго Наверное, вот здесь лучше использовать А мы сейчас заново начнем Боню прямо оттуда Прямо Прямо вот здесь Это капец как долго Давайте-ка это обрежем Ух, вот эти, которые на конях Их тяжело валить Метко попадают Я уже с четвертый раз пытаюсь это пройти Не со второй попытки, как вам может показаться А с четвертой Зараза А что часть понижается? У меня нет другого выхода Здоровье Надеюсь, что в этот раз получится У меня здоровье еще нормально Пока и глаз Глаза пока хватает Все, бежим Клодки, клодки, клодки Быстрее Пока нас не убили В четвертый раз Ой, пули над головой свистят Вечно приедет Тебя приходится спасать, Марсин Рад тебя видеть, Артур Сюда идут какие-то парни Вид у них недружелюбный Пора ноги уносить Давайте, ребята, скорее Я буду грести А ты стреляй Серьезно? Давай ты Ты лучше меня стреляешь Ладно Только расслабься И отдыхай, Джон За тебя другие потрудятся Те, кто твои навыки еще не растерял А я могу стрелять чем-то другим Нет, не могу Жалко Знаешь Ты мне больше нравился Когда был скручен по рукам и ногам Как птушка Да, не сомневаюсь Ну, давайте быстрее Если будете тянуть время Они Вообще-то вас нагонят Да уж Устроило нам на разнос Слушай, Артур Спасибо Да, не за что А вот дача тебя не собирался спасать Надо убираться отсюда Побыстрее Пока законники не нагрянули Так что, черт возьми Там Сценденито произошло Саби Гейл Это все в порядке Она в порядке И Джек тоже Она сумела сбежать Когда они Хозию убили Хозия До сих пор как-то не верится Сколько лет, Артур Он был как Как член семьи Лейни тоже погиб А, черт, ну и дела А мы хоть Что в итоге-то стало с деньгами Они где-то там на дне океана уже Че? В смысле, как? Мы спрятались на корабле Не было подругого выхода Как уйти с хвоста Но корабль угодил в шторм Нас выбросило на остров Где-то рядом с Кубой Кубой Погоди, я запутался Давай-ка все сначала Это долгая история Но, в общем, нам пришлось Не сладко, Джон Ты мне это говоришь Теперь мы затаились В горах на севере У хребта Раанок Там есть пещеры Клинкертоны опять нас нашли Нам пришлось уходить Да, видимо, Молли нас выдала Зараза Но она отправилась на тот свет тоже О, Господи Лучше бы уж меня, наверное, повесили Не имею в виду Дач не хотел, чтобы мы тебя шли вызволять Сказал, это очень неподходящий момент Так что, возможно, тебя ждет не самый теплый прием Ну, он всегда говорил Что мы своих не бросаем У меня это из головы не выходит В банке, когда меня схватили Он видел Он мог бы, наверное, что-то сделать Но нифига не сделал Дач теперь сам на себя На самом деле не похож Может, он просто не тот Кем мы его считали Видимо, больше нам Не придется задаваться вопросом Кто он Видимо, нет Может быть, Дач становится психом постепенно После того После смерти Хозе Вы вернули его мне Ну, мы же обещали Джон Ты откуда, блин, взялся? Я тебя тоже рад, Ви Я имею в виду Никто за тобой не шел? Я вытащил его Ну, я же тебе сказал Да, я знаю, что ты сказал Но я иначе не мог Вот оно что значит Да? Да И когда из-за этого побега На нас всех устроят облаву Что тогда будет, Артур? Ну, тогда у нас будет На одной перестрелке больше Преданность, Артур Это не... У меня был план Черт возьми, блин Джон Джон Ты мне как брат Конечно И ты мне как сын Я бы пришел за тобой Они Говорили, что повесят меня Дач Все говорили, да Все говорили А может быть Они теперь нас всех повесят А может быть артур артур а извини совсем задумался я думала не знаю дальше просил передать что они смика отправились в анесберг это как-то связано с корну корнула ну ладно спасибо мы ребят короче у нас есть два выбора который мы будем выполнять следующей серии мика был просто визит вежливости дальше с мигой отправились разбираться с лебедом корнула мне так понимаю ладно разбираться с лебедью кусом корнула мы будем арт артур спасибо большое спасибо все еще впереди и видел похоже дать лишился рассудка знаю просто будь осторожен и ни к чему быть и строй у меня ведь есть ты друг да вот такая вот долгая серия получилась я записал еще больше я там воевал с ним около тюрьмы там такая бойня очень была сложная одна из самых сложных наверное миссии в этой игре на этом мы закончим извиняюсь что низкой чести сначала начал реально забыл про сохранение но ничего зато мы узнали оба варианта воспоминания артура в этой миссии развилка ладно разбираться с корнула мы будем следующей серии на этом пока все с вас лайкос и подписаться с меня эпичный видос подписывайтесь на этот канал и вступать в группу вконтакте всем пока